Обязанность женщины быть красивой – это её главное предназначение, потому что женщина – она носитель красоты, она носитель привлекательности. Но эта привлекательность должна быть адаптивной. Весеннее обновление. Так мы решили назвать этот разговор с астрологом и психологом Ириной Ордой. Как принять перемены, как остаться понятными для окружающих и как выйти на новый эмоциональный уровень. Но мы должны здесь помнить не только об внешнем обновлении, но также о внутреннем. Для женской психики всегда нужны впечатления и новизна. Потребность женской психики в эмоциональном и материальном обновлении. То есть хочется платье, прическу, макияж. Но также мы, женщины, хотим что? Путешествовать, потому что это новые впечатления. Мы хотим новую одежду не для того, чтобы новая одежда, для того, чтобы эмоционально себя чувствовать по-другому. Прическа. Мы не то, что хотим прическу, но мы хотим как-то выглядеть для себя и для других. Это тоже эмоциональное обновление. С одной стороны это классно, но не все к этому готовы, потому что есть страх перемен или страх обновления. Если мы хотим что-то изменить во внешнем и внутреннем плане. Первое, нужно себе задать вопрос, как меня будут воспринимать окружающие? Нужно понять, какой образ я хочу, что я хочу нести, какой посыл обществу. Потому что за каждым образом лежит какой-то определенный посыл, как меня люди видят. Что такое гармония? Понять нужно, что это мы делаем для себя и для окружающих, чтобы это было гармонично. Потому что когда мы меняемся для себя, то есть меняемся для себя, чтобы чувствовать себя обновленной, новой, в другом качестве. И конечно нас воспринимают люди по-другому. У женщины есть четыре состояния. Это девочка, девушка, женщина и старуха. Это как луна. И поэтому если это девочка, то это девочка. Не надо торопиться быть уже взрослой женщиной. Если это девушка, то это девушка. Часто бывает вот так. Женщина на себя долгое время не обращает внимания. И как только мужчина охладел к ней, к примеру, как только такие холодные отношения в семье, женщина начинает понимать, что это не то. И у нее такие хочется обновления постройнеть, хочется поменять, похудеть. Помните, что нужно постепенно, потихонечку. И всегда важно внутреннее состояние. Первое, помните, что сначала нужно порядок внутри навести, нужно успокоиться. Это тоже такой психологический посыл, а заметьте меня, обратите внимание. Внешние проявления – это всегда состояние внутреннего. Многим из нас знакома ситуация, когда хочется радикально изменить внешность в сложный жизненный период. После расставания, утраты или увольнения. В этом случае специалисты советуют набраться терпения и не предпринимать серьезных решений, поскольку за ними может последовать разочарование. Если мы говорим про что-то радикальное, да, то здесь иногда бывает так, что у женщины были длинные волосы, раз и подстриглась. Она подстриглась, через два дня пожалела. Поэтому здесь нужно успокоить свой ум и еще раз задать себе вопрос, надо мне этого или не надо. Но здесь также нужно помнить, что стричься, к примеру, лучше на растущую луну. И лучше, когда луна стоит во льве. Если вы будете стричься, если у вас луна во льве, то волосы будут послушнее, они будут быстрее расти и будет стрижка и форма лучше лежать. Женщины – это вообще луна. И поэтому женщине, по идее, да, нужно всегда наблюдать за луной, за своим состоянием внутренним. У меня даже такая есть практика, называется «Тайна моей луны». То есть что необходимо для этого сделать? Я так думаю, что будет шикарное обновление. Берете, покупаете красивую-прекрасивую тетрадку, начинаете писать. Первый день, да, что я чувствую, что я думаю, какое у меня внутреннее состояние. И писать, какой-то лунный день, и луна в каком знаке зодиака находится. И если вы целый месяц будете отслеживать свое внутреннее состояние, то вы очень много о себе узнаете. И потом по этой тетрадке даже можно просто определить, какие у вас периоды, насколько они у вас переменчивы. Еще один способ легкого и позитивного преображения связан с применением так называемых метафорических карт, помогающих понять свой внутренний мир и сформулировать свои истинные желания. Если мы рождились в женском теле, значит, от нас природа что-то ждет. Поэтому что такое? Это внутренняя и внешняя красота. И поэтому женщине нужно пожизненно за собой ухаживать. Понимаете? Пожизненно. Если мы говорим опять про метафорические карты, у меня вот, например, есть колода, называется «Магия женственности». Что мы можем сделать? Также, к примеру, из колоды выбрать две женщины, которые вам очень нравятся, и две выбрать, которые вам очень не нравятся. Потому что часто бывает то, что мы не принимаем в себе, мы видим это в окружающих людях, да, и как-то их цепляем своими взглядами или каким-то осуждением. Но мы должны просто понимать, что мы это просто не принимаем в себе. Самое главное, чтобы было гармонично. В каком плане? Чтобы вам было и красиво снаружи, и внутри. Чтобы вы в этом новом образе себя чувствовали комфортно. Потому что женщине важно быть уютной, комфортной внутри.